Привет, друзья! Рады вас приветствовать в своем Тихом уголке в деревне. В Тихом уголке в деревне сегодня праздник, так же, как и у всех православных. Сегодня праздник, в народе говорят, сороки, сорок мучеников. И сегодня я испеку жаворонки. Закликаем весну. Жаворонки у нас будут постные, так что милости просим вместе со мной испечь таких замечательных птичек. Приступим. Приготовила я продукты, которые нужны нам для наших жаворонков. Это теплая вода, дрожжи. У меня такие дрожжи. Я всегда их беру. Мне нравятся живые дрожжи. Стакан сахара, соль чайная ложка, ванильный сахар, мука и растительное масло. Приступим. Вода теплая, 500 грамм. Дрожжи 30 грамм. Вы знаете, всегда дрожжи клала целую пачку. На куличи, на булочки какие-то обычно печешь и пачка уходит. И я даже не видела, честно скажу, что здесь есть разметочка. По 25 грамм. Видите, вот 25 грамм. Нам надо 30 грамм. Значит, мы чуть-чуть побольше и отрежу. И раскрошу дрожжи в нашу теплую водичку. Стакан сахара, ванильный сахар. Я еще для запаха добавлю ванилинчик. Мне кажется, что в ванильном сахаре не так запах присутствует ванилина. А мне нравится, когда пахнет ванилином выпечка. Чайная ложка соли. Полстакана растительного масла. И 6-8 стаканов муки. У меня мука уже просеяна. И замешиваем тесто, чтобы оно было более упругое. Такое тесто у нас получилось. Но так как комочек такой большой, а его нам надо раскатать в жгут, жгутик такой сделать, оно будет сильно толстое. Поэтому я разрежу тесто пополам. Сделаю из теста жгутик. Не сильно тонкий, ну и чтобы он не толстый был. И жгутик разрежу на кусочки. Теперь из этих кусочков тоже будем делать жгутики. И потом завернем. Придаем форму птичек. И будем заворачивать. Формируем головку с клювиком. А хвостик сделаем вилочкой. И крылышки можем сделать вилочкой. И так все наши жгутики. Налепила я вот такие птички. Птички невелички. Не судите строго. Я не повар, не кондитер. Просто домашняя хозяйка. Готовлю для своей семьи. Глазки можно сделать птичкам. Ставить изюминки. Но у меня изюма нет. Но есть зато микс сухофруктов. Я порезала и вставила. У кого нет ничего, можно и не делать глазки. Птички уже постояли какое-то время. Чуть-чуть подошли. Духовочку я нагрела. И теперь смажу подсолнечным маслом. Чтоб они были более у нас румяные. Или можно крепким чаем. Водичкой. Я вот решила сейчас смазать маслом подсолнечным. И буду ставить в духовочку. Духовочку нагрела. У меня электрическая духовочка. До 180 градусов. Смотрите по своей духовке. У кого-то может 200. У кого-то 180. Каждая хозяйка на кухне знает свою технику. И сделает так, как лучше для нее. И птички отправляются в духовочку. Булочки пропеклись. Посмотрите, какие у нас красивые зажавороночки получились. Мы их переложим теперь в такую формочку. Вот такие красавицы. Булочки у нас горячие. Горячие, горячие. Сейчас очень горячие. Чуть-чуть пристынут. И я вам покажу, какие они внутри. Испеклись наши полочки. Вот такие красивые. Сейчас мы посмотрим. Вот это чуть-чуть пристыло. Что же у нас внутри? Вот так пропеклось. Все очень-очень хорошо. Попробуем. Мягенькая. Вкусная. Но она постная. Но вкусная. Всех поздравляем с праздником. Всем желаем здоровья. Благополучия. Удачи в ваших делах. И всем, конечно, мира, мира и добра. Кому понравился мой рецептик сегодняшний, ставим лайк. Не забываем, пожалуйста, про лайки. Ну и подписываемся на наш канал. Мы будем с вами со всеми дружить. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok